Смотрите, какая ситуация сейчас с мигрантами происходит. До выборов мэра Москвы провели опрос, что волнует больше всего москвичей. Проблема мигрантов вышла на первое место. Она переплюнула и пробки, и там, и все остальное. Вне сомнений, в России сейчас нет людей, которых не волнуют мигранты, приезжие. Особенно в городах-мегаполисах это видно. То, что Собянин построил свою компанию на антимигрантской волне, мы, с одной стороны, воспринимали положительно. Хотя мы понимали, что те 150 таджиков, которые все федеральные каналы вводят как пленных немцев туда-сюда, это вовсе не борьба с миграцией. Когда я вижу цифры ФМС выдворенных мигрантов, мне становится смешно. Но, ребята, посмотрите официальные данные, сколько их, и потом вы мне показываете 150 человек, которые вы там поймали, выдворили. У нас ни один федеральный канал последние два месяца без, точнее, ни одна операция ОМОНа и ФМС без центрального телеканала не проходила. То есть, прям вот такая установка была, показывать, как они на рынках кого-то за руку поймали. Но мер таких вот именно законодательных пока, вот мы не видим, что было принято. Мы не видим введения визового режима, мы не видим ограничения на... Смотрите, в свое время Лужков отдал на откуп мигрантам целые отрасли промышленности, целые отрасли жизнедеятельности города. Государственные унитарные предприятия, где руководители крупнейших предприятий, например, ГУП по отделению Москвы, они по-русски не умели разговаривать. Там азербайджанец, 20 лет, живущий в Москве, с ним в 2006 году сидел на круглом столе, он не мог разговаривать по-русски. Это значит, что он беседует там только с своими земляками. Смотрите, плодовощные базы все, рынки, все были откупы, строительство дорог, все коммунальное хозяйство, выходцам Средней Азии, строительный сектор, все было отдано. А сейчас мы сидим, и нам начинают какие-то такие идеи втирать. А давайте сделаем амнистию, потому что их очень много, а давайте вот их там всех легализуем, а вот русские не хотят работать. Да начните вы платить русским там. Как до этого-то вот русские все делали и обходились без выходцев со Средней Азии. Ведь Москву русские строили-то, работали и дворниками, и все было. А сейчас, ну конечно, если вы коррупционно набираете через какую-то управу или ДЭС, привозите сюда тысячу киргизов, по ведомости платите им 40 тысяч, а на руки через старшего 15, то конечно русские там никогда не окажутся. Зачем вам русские? Вам проще иметь дело с этой коррупционной схемой. Но мы-то с этого ничего не выигрываем. Вот нам говорят миф, что мигранты дешевая рабочая сила. Это не так. Это дорогая рабочая сила. Мы, москвичи, ничего с этого не выигрываем. Вот я вам пример проведу. Более 90% строительного сектора это выходцы со Средней Азии, это мигранты. Но поэтому стоимость квадратного метра у нас вторая после Токио. Жилья в Москве. Покажите мне бесплатную рабочую силу. Где она, эта вот дешевая рабочая сила? Мы за это жертвуем безопасностью на улице. Мы не можем выходить, мы встречаем своих жен, детей. У нас криминогенная обстановка, каждое второе преступление приезжий совершает. Ну конечно, это люди, которых ничего с нами не связывает. Они приезжают, нас ненавидят. Они живут в вагончиках, живут плохо в антисанитарных условиях. У них нет больничных там, никаких этих, кроме потребностей. Да, у них там разбой, изнасилование, там столкновение с местным населением. Почему они должны вас любить? Приезжают не лучшие представители, которые приезжают сюда только заработать. Их ничего не связывает с этой землей. Он совершил преступление, уехал и все. Поэтому мы жертвуем именно этим. А зарабатывают на этом коррумпированные чиновники там, начиная от федеральных и кончая мелкими дезами, управами. Но это их виллы, их дачи. Это к нам они никакого отношения не имеют. Спасибо.